Мы с вами посмотрим, друзья мои, что говорится в некоторых словах, в некоторых местах Священного Писания о такой категории ангелов, как стражи или бодрствующие. И вот, открыв книгу Даниила, 4 главу, мы там читаем. По велениям бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим. Тут в одном месте говорится про бодрствующих и святых во множественном числе, в другом месте упоминается Всевышний, то есть Бог. Из этого мы делаем вывод, что то место, есть другое место в этой же главе, где можно подумать, что это Бог так называется бодрствующим и святым. Нет, это не так. Бог это одно, один, а бодрствующие и святые упоминаются в другом месте, как некие другие существа. И септуагинта, и масоретский текст, то есть еврейский текст или некоторые части Даниила, написанные на арамейском, подтверждают вот это чтение. Или прямо в этом месте греческого перевода стоит ангелы, там где в синодальном говорится просто то, что я процитировал, бодрствующих и святых. Так, и еврейский текст тоже ясно говорит, что это некие ангельские существа. Дальше мы можем увидеть, что точно так же стражем, страж именуются некие ангелы в книге Иова и в книге пророка Исаии. В книге Плач Иеремии встречается упоминание неких бодрствующих или по-гречески эгрегоры. Вот это известное нам слово, оно взято именно отсюда. И интересно, что поскольку в межзаветный период именно греческий становится ключевым языком, в том числе для составления книг вот этого межзаветного периода, то в книге Иеноха как раз упоминание этих бодрствующих встречается множество раз. И вот в книге Иеноха мы читаем подробное изложение, что же эти стражи сделали и что с ними произошло. Во-первых, имена их называются. Говорится, что их было 200. И потом, смотрите, они взяли себе жен, и каждый выбрал для себя одну. Они начали входить к ним и смешиваться с ними, то, что рассказывается нам в 6 главе книги Бытия. Научили их волшебству и заклятиям, открыли им срезывание корней и деревьев. И дальше ключевой момент. Зачали и родили великих исполинов. Об этом тоже говорится в 6 главе книги Бытия. А потом вот говорится о тех бедствиях, которые зашли от этих исполинов. Поели все приобретение людей, так что люди уже не могли прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. Стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что движется, и рыбам. И стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь. Спасибо. 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 И вот дальше говорится в книге, что стражи святые воззвали к Богу. Обратите внимание тут на это слово «святые». То есть те стражи плохие, злые, которые совершили эти злодеяния, называются просто стражами. А стражи святые – это стражи, которые не изменили Богу, не согрешили. Они находятся вокруг Бога, и они к Богу взывают и говорят ему. И вот стражи святые громко воззвали ко мне. «Иди возвести стражам небо, которые оставили вышнее небо и святые вечные места, и развратились с женами, и поступили так, как делают сыны человеческие, и взяли себе жен, и погрузились на земле в великое развращение. Они не будут иметь на земле ни мира, ни прощения грехов, ибо они не могут радоваться своим детям». Здесь говорится о том, что от Бога последует некое наказание. Тут уже предсказывается будущий потоп, когда Бог все это прекратит, безобразие, которое творили эти существа. И дальше мы еще узнаем немного о том, что же они еще делали. «И исцелится земля, которую сказали ангелы, и исцеление земли объяви, чтобы исцелилась рано, что не погибнут все сыны человеческие, через тайну. Все, кому приказали стражи и научили своих сынов, и была опустошена земля, и искажена делами учения Азаэля». «Так посмотри же, что сделал Азазел, как он научил на земле всякому насилию, преступлениям, несправедливости, и открыл небесные тайны мира. И заклинание открыл Симьяза, которому ты дал власть быть вождем его сообщников. И пришли они, стражи друг с другом, к дочерям человеческим, переспали с ними, осквернились. «Жены же родили исполинов». Греческое слово стоит там «титан», «титанов». И через это вся земля наполнилась кровью и нечестием. Еще раз повторю, что чуть дальше будет подробнее разъяснено, в чем же заключалось нечестие, и что за кровавые водеяния творили вот эти существа. Упоминания мы видим в книге «Эноха» о том, что эти существа научили людей делать вот что-то про чрево, и про ребенка в отчееве говорится, что приведет к преждевременным родам, то есть к убийству младенцев в отчееве матери. Вот, пожалуйста, одно из злодейств, которое не угодно Богу. И дальше, как я уже сказал, мы увидим подробности. В шестой главе книги «Бытия» сказано, что развратилось все творение, вся земля, то есть не только среди людей злодейство, но какое-то развращение произошло и среди и животных, и птиц, и рыб. То есть все существа оказались чем-то испорчены, какая-то порча. Очевидно, что в те времена не было языка, чтобы выразить, но мы теперь уже сейчас понимаем, что происходит, когда портится, как мы уже говорим, этот код у всех живых существ. Не только людям его пытаются испортить, но и животным, и растениям. Также у эфиопской церкви в каноне библейском ее не только книга Инохов, но и книга юбилеев тоже включена, которую остальные считают апокрифом. И вот давайте посмотрим, что там сказано на эту тему. Там в книге юбилеев сказано, «И случилось, когда сыны детей человеческих начали умножаться на поверхности всей земли, и у них родились дочери, ангелы Господни увидели в один год этого юбилея, что они были прекрасны на вид, и они взяли их себе в жены, выбрали их из всех, и они родили им сыновей, которые сделались исполинами. И неправда усилилась на земле, и всякая плоть извратила свой путь, от людей до скота, и до зверей, и до птиц, и до всего, что ходит по земле». Тут схожесть с повествованием книги «Бытие». «И неправда усилилась на земле, и все помышления разума сынов человеческих сделались столь злыми во всякое время. И Господь возрел на землю, и вот она извратилась, и всякая плоть извратила свой порядок, и они совершали всякое зло перед его очами, все, что было на земле». Дальше можно посмотреть, что говорят два таких известных деятеля того времени. Это, во-первых, Филон Александрийский, и, во-вторых, это знаменитый историк, тоже иудейский, Иосиф Флавий. Надо понимать, что, конечно, ни тот, ни другой не являются священным писанием, а и книга-юбилейф, и книга-иноха по версии эфиопской церкви являются частью священного писания, это тексты более авторитетные, но вот эти два человека не относятся к священному писанию. Тем не менее, то, что они пишут, можно прочесть на экране, свидетельствует о том, что люди знали, и как они это понимали, как это в их сознании существовало на тот момент. Далее, довольно-таки быстро, по историческим меркам, после них мы рассмотрим такую фигуру, как святой Иустин-философ-мученик. Смотрите, он живет во II веке, и это время не так сильно отстоит от времени евангельского. Первого века до второго, как вы понимаете, совсем рядом. И хотя уже в церковь начала проникать мирская, вавилонская, чуждая философия, но тут еще евангельский исток, евангельский импульс совсем близок. И в этом смысле его мнение очень интересно и авторитетно для нас. Он пишет. Бог, сотворивший весь мир, покорив земное человеку и устроив небесные светила для произвращения плодов и для произведения перемен времени, постановив им божественный закон, что, очевидно, он сделал для людей, верил попечения о людях и о поднебесном поставленном на это ангелам. Но ангелы приступили это назначение. Они впали в совокупление с женами и родили сынов, так называемых демонов, а затем, наконец, поработили себе человеческий род, частью посредством волшебных писаний, частью посредством страхов и мучений, которые они наносили, а частью через научение жертвоприношениям, куреньям и возлияниям, в коих сами возымели нужду, поработившись страстям и похотям. И они посеяли между людьми убийства, войны, любодеяния, имеется в виду блуд, случайные связи, распутство и всякое зло. Поэтому и поэты, и мифологи, не зная, что все ими описываемое делали с мужчинами и женщинами, городами и народами, ангелы и рожденные от них демоны, приписали это самому Богу и сынам, родившихся, как от семени его, так и от называемых его братьев, Посейдона и Плутона, равны и от детей их. Ну, очевидно, что святой Иустин говорит здесь про языческие умствования. Потому они каждого называли таким именем, какое кто из ангелов давал себе и своим сынам. Вторая апология. Таким образом, Иустин повторяет ту же идею, которую мы видели в предыдущих источниках, что эти ангелы задуманы были как помощники для людей, людям должны были помогать, но вместо этого они впали в зло и начали творить зло на земле. Но вместо этого они впали в грех и начали творить зло на земле. И вот следующий век, то был второй век, дальше идет третий, там жил такой деятель Коммодиан Гасский. И вот он пишет, тоже похоже, Бог послал ангелов на землю следить за соблюдением божественных законов, но они сами пренебрегли ими и увлеклись красотой земных женщин. Они осквернились соединением с ними и уже не могли вернуться на небо. От этого союза произошли исполины. Давайте еще раз зафиксируем вот какой важный момент. По тем источникам, которые мы сейчас посмотрели, видно, что авторы их отождествляют, этих самых ангелов, которые пали и начали грешить на земле, с богами, которых почитают язычники. То есть получается, что язычники знали об этих существах, об этих богах, сынах божьих, то есть ангелах, которые пришли и стали грешить, но язычники почитали их за богов. Язычники оказывали им поклонение. А библейское сознание ясно знало, что это ангелы злые. И вот дальше мы посмотрим, что Новый Завет говорит об этом. В послании апостола Иуды в Новом Завете сказано, «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает Бог в вечных узах под мраком на суд великого дня». Вот это первое свидетельство. И во втором послании апостола Петра сказано, «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, если не пощадил Первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Вот в этих фрагментах ясно сказано, что эти согрешившие ангелы, они, оказывается, заточены, находятся в заточении в вечных узах. То есть сейчас действуют другие существа, а те, они Богом заперты, в заключении находятся. Писатель уже XX века Мережковский в своей книге делает вывод по толкованию Климента Александрийского, одного из ранних христианских писателей, чему же именно научили вот эти вот духи и родившиеся от них титаны и сполины, нефилимы, людей, вытравлять плод и воевать, ковать мечи и копья, щиты и брони. То есть, во-первых, убивать детей в очреве, они научили людей, во-вторых, убивать друг друга, то есть взрослых людей, научили войне. Язве рождений, язве убийства. Содому и войне, вытравлять плод и ковать оружие. Причем, под книги Иноха, замечает он, научились воевать не мужчины, а женщины. И вот мы видим, что из этих слов, что в допотопном мире как раз возникает матриархат. Правильная выстроенная Богом иерархия, она нарушается. А почему она нарушается? Потому что женщины дают предпочтение вот этим духам, от которых они могут родить гигантам. Их пренебрежение к мужчинам, мы видим его и в таком современном повторении того древнего демонического матриархата, как феминизм. Если подвести итог, что же мы узнали с вами? Итак, есть некие стражи, ангелы, и часть из них осталась с Богом, часть из них пали. Встает вопрос, почему они заинтересовались земными женщинами? Ну, во-первых, мы нигде из Писания не узнаем, чтобы были среди ангелов не сыны Божии, а дочери Божии. То есть среди них нет женщин. Это первый момент. Возможно, они захотели узнать какое-то другое начало, но более вероятно, что их заинтересовала форма размножения людей, потому что ангелы получают бытие только от Бога. Они не могут воспроизводиться, не могут создавать новых ангелов. Они не творцы. Они не животные так, поэтому они не могут рождать. Но они захотели рождать. Богу это не было угодно, но они стали это делать. Бог потом пресекает это. Чем характеризуется та цивилизация антибожеская, которая создается тогда в допотопном мире? Матриархатом, потому что именно женщины взаимодействуют с падшими ангелами. Зачем им мужчины? Второе. Чему научили падши людей? Войнам, абортом, убийству детей в Ачжеве. Войнам, изготовлению оружия и взаимному уничтожению. Магии, колдовству, технологиям, техникам, химии, фармацевтике. Мы знаем про многие-многие исследования на эту тему масса материалов. Филигранной, тонкой работы и очень сложной, и тяжелой, неподъемной, которая существовала в древнем мире. До сих пор не могут установить люди, каким же образом это было сделано. Очевидно, что это было сделано с помощью тех технологий и магии, которые были тогда. Далее. Смешение не только с людьми, но и с животными. Поэтому многочисленные существуют изображения гибридных форм, в частности, боги древнего мира. Это существа человекообразные, но с головами животных. И другие формы полулюдей, полуживотных, полурыб, полуптиц и так далее. То есть, вот эти взаимоотношения запрещенные порождали гибриды. То есть, изменение кода, изменение генов, изменение ДНК. И бог это пресекает. Но какие-то потомки и после потопа сохраняются от этого. Впрочем, после потопа пресекается сразу же матриархат, установится патриархальное общество, более угодное богу. Но Иисус, Господь Иисус Христос, предупреждает, что как было во дни Ноя, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. То, что происходит сейчас, было им предсказано, что эти падшие начнут снова такую же деятельность, как было в допотопное время. Иисус Христос, предупреждает,